Данил Фоминых Здравствуйте! Рад видеть вас на сборе. Наш первый тренировочный ознакомительный сбор. Хотел сказать, что на данный момент полностью восстановился после падения. Да, это заняло долгий период времени. Практически три месяца у меня вылетело. Я не сидел на велосипеде. Постепенно после операции начал ходить в бассейн. Где-то через два месяца сел на велосипед, но посадка была не такая, как прежде, потому что мышцы были атрофированы после операции и немного стянуты позвонки. После этого потихоньку начал тренироваться. Час-два, не больше. И в течение месяца втянулся уже к тренировкам. А вообще ты помнишь самый первый выезд? Как оно ощущалось в принципе? Сколько ты проехал? И что тело было совсем чужое? Или буквально на глазах оно как-то находило себя? Проехал 40 минут. Помню тренировку выезжали в Ницин. Я не дотягивался до руля практически вообще. То есть посадка была совершенно не моя. Но было большое желание вернуться к тренировкам. И несмотря на то, что спина совершенно не гнулась, я преодолел это. Старался выезжать каждый день практически совмещая с бассейном, с растяжками. И в целом уже вернулся где-то к полноценным тренировкам в июне месяце. А поначалу ты какие-то, скажем, запчасти на велосипеде менял? То есть вынос более короткий? Нет? Не применял ничего такого? Нет. Единственное, я поднял ручки на велосипеде. Ненамного. И все как бы после этого. Ничего не трогал. Фактически не менял. Потом уже, когда спина привыкла к езде на велосипеде, я уже вернул прежнюю посадку на велосипеде. Через сколько времени примерно это произошло? Ну, недели три я поездил. Быстро? Да. Желание было сильное вернуться обратно в атмосферу, в гонки с ребятами. И в августе месяце поехал первую гонку. Это была в Уэльто Бургас в Испании. И считается первая победа профессиональная. Выиграли командную гонку. К тому же Дмитрий Груздев три этапа вез майку лидерскую. Очень было приятно работать на ребят, вернуться. После этого, в принципе, форма была неплохой. Как бы я думал, все гораздо хуже будет. И в целом сразу же влился в ритм гонок. И без проблем помогал ребятам в гонках. Ну, в принципе, насколько я понял, ты опередил прогноз врачей. Они тебе давали больше времени на восстановление поначалу, да? Ну, вообще, изначально сказали, что сезон, в принципе, этот окончен для меня. Вот. И как бы, ну, я не мог поверить в это. И желание было большое очень вернуться быстрее на велосипед сесть. Вот. И, в принципе, в конце сезона уже проехал все гонки. Последняя гонка была Турханянь. Получается, девять этапов. Ну, тоже неплохая гонка. Алексей Луценко выиграл ее. Хорошая командная работа была проделана там. Отличное завершение сезона. Я был в роли развозящего на финиш Руслан Тливбаев один этап выиграл, Алексей Луценко. И генеральную классификацию майка была также наша. Ну, раскатчиком быть это довольно такая. Ведь все-таки скоростная очень работа и рисковая. Когда вот ты делаешь эту работу, да, и когда толкаешься, находя позицию, появляются какие-то мысли или тебе удается блокировать, как бы, эту область, и ты полностью сосредоточен только на работе? Ну, стараюсь не думать о плохом, как бы, учитывая то, что доктор сказал, лучше не падать в моем состоянии. Ну, это в любом состоянии, все лучше. Ну, он сказал аккуратно, берегись, любое падение может сказаться плохо. Ну, а в целом стараюсь отключать эти мысли, убирать. Первые гонки, да, после возвращения было немного страшно, но потом уже влился, как бы, и страх со временем пропал. Ну, и азарт все равно перебивает любой страх. Тем более победа. Очень приятно. Сейчас я так же делаю растяжку, в принципе, ничего мне не мешает, и никаких препятствий нет, но в целом чувствую себя отлично. Вот, возвращаясь к тому моменту, да, как ты его оцениваешь вообще, как вот тотальное невезение, или как какое-то испытание, которое тебе нужно было пройти, и ты, как бы, поднялся в этом плане, там, на новый уровень какой-то. Как ты его воспринимаешь? Больше с досадой или уже спокойно? Да нет, в принципе, сейчас, на данный момент, уже спокойно все воспринимают, так как я вернулся уже к тренировкам, к гонкам. Да, после операции, когда я приехал домой, у меня было ужасное состояние, потому что в целом карьера под вопросом была. Я не знал, смогу ли я продолжить, смогу ли я ездить на велосипеде дальше в целом. Вот, и, конечно, бы не хотелось останавливать карьеру на такой ноте. И, в принципе, когда уже поехал все гонки, понял, что я уже вернулся в то же состояние, как и прежде, и сейчас стараюсь даже не вспоминать эти моменты, как-то, ну, ничего такого не вижу в этом. Да, произошло, я это прошел, и все, оставил это в прошлом. Какими-нибудь секретами по восстановлению можешь поделиться, поскольку у нас все-таки вид действительно травматичный, что можешь посоветовать людям, которые попадают иногда в ситуации с менее тяжелыми травмами, тем не менее, так сказать, раскисают, как вот с этим бороться, и чисто вот практически физически, что можно бы гендовать для того, чтобы ускорить восстановление. Вот, по твоему опыту, недавно. Ну, в первую очередь, бассейн, я считаю, что очень полезен в любом случае, бассейн. Ну, и также нужно советоваться с врачом, в зависимости от того, что можно делать, нельзя. Допустим, первые три месяца мне вообще никаких нагрузок нельзя было делать, ни растяжек, ни нагрузок. Потом мы сделали снимок, посмотрели снимки все мои, и, в принципе, он уже сказал, можешь потихоньку начинать, возвращаться, но чтобы не было таких усилий сильных в ущерб себе. То есть, если начинает появляться какая-то боль, сразу же останавливайся и не нагружай себя. В бассейне что ты делаешь? Просто плаваешь или там какие-то определенные специальные вещи, там с доской, что-то как-то? Нет, специальных никаких упражнений нету, просто плаваю, ну, минимум час, километра полтора. На время, больше не на дистанцию, а по времени, да, получается? Да, да. Ну, у меня примерно вот так выходит полтора километра за час, час десять. А ты до этого как-то плавал в более-менее больших объемах или не занимался? Может, детства не было? Нет, никогда плаванием не занимался. Для себя в межсезонье постоянно плавал. До этого только легкой атлетикой занимался. Все. Рискую задать вопрос, который наверняка у многих сейчас будет на устах. Так ты уже практически готовый триатлонист, легкой атлетикой, ты уже занимался. Наплавал ты теперь за это время много, как велосипедист, и тебя все прекрасно знают. А что думаешь по поводу каких-то там отдаленных перспектив триатлона? Тем более, что Александр Винокуров уже улегся этим. Ну, на самом деле, я был на соревнованиях в Ницце, проводился айронмен. На самом деле, это железные люди, действительно, потому что старт дан был рано утром, и последние люди финишировали, уже затемно было. Вот, и я считаю, что действительно, это очень сильные люди. Тяжелый вид спорта, и надеюсь, я смогу попробовать. Очень интересно проверить себя в этой дисциплине. Хотелось бы поучаствовать тоже. Ну, пока все-таки в фокусе велоспорт, чистый велоспорт, без плавания и без бега. Какие задумки на этот сезон ты же сейчас обсуждаешь уже со спортивными директорами? Наверное, какие-то планы? Ну, сейчас, на ближайшие дни, будем обсуждать гонки. Пока календарь не утвержден, в принципе, в ближайшие дни, я думаю, мы это все обсудим. Возможно, что поеду в Австралию. Первый раз так рано начну сезон. И, в принципе, я думаю, что буду участвовать в одном из гран-туров в этом году. Хотелось бы в Уэльту проехать. Но обсудим план, решим, что как лучше будет. А в Уэль-то почему? Я вспоминаю тот момент, когда я как раз тоже закатывался после сезона. Мы встретились на Кольдератес. Совершенно, как говорится, не запрограммированно. Ты поднимался там в эту гору. Ты сейчас базируешься там, в Испании, на Коста-Бланке выходит. Да, я живу в Дене сейчас уже около года. Шикарное место для меня. Мне очень понравилось. Много велосипедистов живет там, в принципе. Тренируемся с ребятами, с Катюши, с других команд. Часто вместе. И почему в Уэль-то? Ну, много дорог испанских, которые, в принципе, знакомы уже. И очень нравится эта гонка. И в целом Испания, как бы, отличное место, в принципе. Сейчас мы поедем в Кальпы на тренировочный сбор. Кстати, Деня находится недалеко от Кальпы. И, в принципе, все дороги известны уже. И отличное место для тренировок. Желаем тебе проехать всю эту дорогу ведущей Уэль-то еще не скоро. До нее добиться максимальных успехов. И категорически больше нигде даже в быту не падать, а только держаться, держаться, держаться. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok